сегодня мы обсудим тему с помощью чего можно записывать фрагменты видео в играх либо же вести прямую трансляцию то есть стримы таким образом чтобы не было просадок фпс на самом деле существует море различных программ но все они в основном просаживают фпс и довольно слабые компьютеры не могут справиться с нормальной записью игр существует альтернативный выход который поможет записывать видео вести стримы без особой просадки фпс чтобы провести сравнительную черту мы сейчас рассмотрим несколько приложений для записи во первых это приложение bandicam во вторых это приложение xbox который является стандартным windows 10 а именно xbox dvr которая также записывает записи игр плюс можно вести через нее трансляции стримы и также мы рассмотрим как раз то приложение которое ппс не просаживает в данном случае будем рассматривать rodeo relive это приложение для записи игр и ведения трансляций для видеокарт под амд для владельцев видеокарт под nvidia есть свое приложение это enterprise shadow play от geforce nvidia она также обладает такими же функциями но все же она просаживает fps тоже больше чем rodeo relive с чем это связано сказать однозначно сложно но rodeo он relive практически вообще не просаживать fps при записи игр на самом деле здесь все неоднозначно на самом деле и bandicam xbox может записывать видео замечательно хорошо без проседаний но если у вас достаточно мощный пока если же у вас слабый пока то вас будут обязательно эти проседания будет дискомфорт будут лаги будут фрезы и так далее поэтому с этих приложений записывать те же самые стримы будет не совсем реально также хочу подметить что судить объективно сейчас невозможно о приложении xbox двер я слышал что после некоторых обновлений windows данное приложение хорошо оптимизировано и fps тоже перестала просаживать нам все это предстоит проверить если действительно так то это будет для меня конечно сюрпризом но все же давайте тестировать проверять и в конце концов сделаем заключение вывод очень важное замечание насчет rodeo relive на самом деле не все видеокарты даже от самого производителя amd обладают данной функцией более старые видеокарты просто не имеют этого раздела не имеют данную функцию и естественно воспользоваться ей вы не сможете поэтому вот такой вот минус вот такой вот нюанс к сожалению если все-таки вы обладатель amd видеокарты а также вашей видеокарте присутствует функция rodeo relive то обязательно обратите на нее внимание при записи видео в играх и при трансляции давайте немного пробежимся по настройкам посмотрим что там можно настроить данной программе переходим во вкладочку relive итак здесь нам необходимо включить relive запись она у нас уже включена далее у нас есть запись видео с рабочего стола то есть даже данная программа может заменить нам все остальные чтобы записывать какие-либо ролики с рабочего стола папка для сохранения также далее идут всякие сочетания клавиш для включения какой-либо функции в данной программе так запись нам главное с записи включается она с помощью ctrl shift плюс r это сочетание клавиш в самой игре далее идут настройка звука то есть через что будет воспроизводиться звук записываться включен режим рации далее идет трансляция игр прямая трансляция вот это и есть стрим вы можете привязать к любому из имеющихся у вас аккаунтов и вести стримы то есть youtube twitch и так далее также конечно эти функции имеют примеру и xbox двер там вы тоже можете это сделать также идут и настройки настройка самой записи профиль записи разрешение записи можно установить внутриигровой значит то что установлено у вас в игре максимальная скорость передачи во время записи можно увеличить кадровая частота записи 60 это и есть стандарт 30 не нужно потому что будут фризы настройка сцены здесь вы указываете какие индикаторы будут отображаться при записи то есть здесь можно отключить абсолютно все допустим если вас не устраивает что там отображается таймер его можно просто отключить в средней системе тоже можно отключить в общем вот такие вот настройки значит запомнили как включать запись это control ship плюс r также здесь есть и другие полезные функции например запись того момента который уже прошел то есть прошлого момента то есть replay также создание GIF изображений горячие клавиши для сохранения также для создания скриншота и так далее но нас пока что интересует только запись прямая трансляция тоже я думаю показывать мы не будем здесь все очень просто включается функция заполняете данные привязываете к своему аккаунту и пользуетесь сейчас я вставлю в ролик несколько фрагментов записанных сначала с бандикама затем с Xbox DVR и затем с Radeon Relife где мы можем сравнить как у меня будет все происходить это на слабом компьютере у меня компьютер действительно не очень сильный по параметрам железо старенькое вот если мы нажмем систему вы можете посмотреть какие параметры у меня имеет видеокарта вот моя видеокарта Radeon RX 460 объем памяти не смотрите что он достаточно большой видеокарта слабенькая по частоте ядра и так далее и слабенький процессор ну что давайте приступим к тестированию итак было 140 fps включили Bandicam запись настройка установлена 60 кадров в секунду в принципе как и во всех других будет программах в общем серьезная просадка серьезные фрезы рт рта у тебя конфетин у тебя в конфете ебли ты чё делаешь но не чувствую да да а вообще не чувствую божественная да не надо мне стрелять да еще лучше Миш, ты знал себя? Я за КТ играю сейчас. Мы за КТ играем сейчас. Думит хороший. Один бумагный, еще раз хороший. Один бумагный. Один бумагный. Один бумагный. Он там с мукой-то лежал. И я нахуй буду просил. Нормально! Вот смотри это. Оба. Окна. Давайте непосредственно подведем итог, что же у нас получилось в этом тестировании. Во-первых, очень сильно удивило Xbox DVR. Потому что в принципе она работает наравне с Radeon Relife. И просадок фризов не видно, то есть запись нормальная. Также можно вести и стримы. Что касается Bandicam, все думаю понятно. Фризы, лаги с Bandicam записывать неудобно на слабых компьютерах. То есть вполне можно использовать Radeon Relife, потому что минимальная просадка FPS. Ну и к удивлению, еще раз скажу, Xbox DVR тоже можно использовать. Потому что она даже в некоторых моментах показала лучше себя, чем Radeon Relife. Я думаю, что с некоторыми обновлениями все-таки Microsoft удалось осуществить нормальную запись с Xbox. Вот такая вот история.